Рабочая неделя в администрации нашего муниципалитета началась с расширенного планерного совещания при главе Славянского района. В повестке дня этого совещания были серьезные вопросы. Подробности важного мероприятия в репортаже, открывающем наш выпуск новостей. В работе планерного совещания приняли участие руководители структурных подразделений администрации, специалисты муниципальных служб и ведомств, главы поселений. В своем выступлении заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко рассказал о том, как в муниципалитете идет вакцинация против коронавируса. На сегодняшний день информация следующая. Прибита у нас по состоянию на пятницу чуть более 38 700 человек, порядка такой цифры. Это для района 64,3% ранее установленной группы. Безусловно, мы большую работу проводим. Я не буду говорить сейчас о тех механизмах, которые мы уже ранее сделали, и по различным эвакциям, материалам, по встречам и так далее. Разработанная система встречного аналача реализуется ежедневно заместителями главы. С понедельника по пятницу осуществляются выходы на предприятие. Получаем фотоотчеты, размещаем их в региональном сегменте. Репортаж на внутренней политике. График составлен и на текущую календарную неделю. В поселениях работают добросовестные специалисты, и работа по вакцинации нуждается в возрастающем внимании. Специалисты опытные, грамотные. Спасибо, что назначили ответственных людей. Звонят, консультируются. Надо еще эту работу поставить на нормальное рейс. Глава Славянского района призвал улучшить эту нелегкую работу, поскольку она в интересах самих жителей. Я понимаю, что это сложно. Понимаю, что куда деваться. Есть задачи, которые надо помочь. С обзором обращений славянцев за первое полугодие 2021 года выступила начальник отдела по работе с обращениями граждан Ольга Пронина. Граждане используют не только форму общения письменной, но и телефонные звонки, мы это с вами знаем. Из 346 устных обещений 309 жителей муниципального образования страны выбрали способ телефонной связи. 68 жителей района обратились на горячую линию Календарского края. Количество обращений жителей на горячую линию Календарского края по сравнению с аналогичным периодом возросло на 11%. В ходе проведения лишних приемов к главе района и его заместителя обратились 133 человека. 93 человек были приняты с вами у главы района и 34 человека – заместители. К специалистам общественной приемной обратилось 104 человека. Это то, что зарегистрировано контрольных вопросов. В числе основных тем обращений – вопросы коммунального хозяйства, социального обеспечения, здравоохранения, транспорта и дорожного хозяйства. С февраля заработала платформа обратной связи, которая действует через форму на портале госуслуг. Благодаря этому жителям удобнее обращаться с вопросами и решать их. Об оперативной обстановке в муниципалитете доложил представитель Славянского отдела внутренних дел. Подытоживая все сказанное, глава Славянского района призвал участников совещания к активизации работы по наведению порядка. Сделать предстоит еще немало. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».